Вступил в силу запрет Евросоюза, к нему также присоединились страны G7 или G7 на поставки нефтепродуктов из Российской Федерации в Евросоюз. И вот если заголовки прочитать, вот вступил в силу запрет на поставки нефтепродуктов из РФ в ЕС. И вот все, и так тишина, все, пауза. Ну, ну все, вступил в силу. Давайте попробуем разобраться, что это такое, с чем это идет. Я вчера объяснял, и знаете, я когда разговариваю с представителями, вот экономисты и астрономы, это люди, с которыми очень весело общаться. Вот действительно, они живут моделированием некоторых вещей. И тот экономист, у которого моделирование совпадает в прогнозах хотя бы там процентов на 80, это ну такое, надо прислушиваться к этому человеку. Значит, у него какая-то модель, по которой его анализ действительно имеет место быть. А ведь зачастую аналитики, они же подыгрывают политикам. И с точки зрения того, что 5 февраля действует эмбарго на морские поставки нефтепродуктов, это бензин, дизель, керосин, нефть, мазут из Российской Федерации в ЕС, значит, отказались. Да, все, вот, все, эмбарго, да. Так, открываем закон и начинаем читать. Что же там такое с бензином, с дизелем, при том там как, запрещено финансирование, дофинансирование, аккредитирование, страхование. И давно-давно, когда только разрабатывали, это летом было, когда разрабатывали, тогда там пакет санкций был номер 6. Я говорил уже тогда, что пакет 10 разрабатывается, можно без иллюзий, 6 на самом деле шлифуется, а не разрабатывается. И тогда был, я помню, вот этот, у меня был летний дискурс с одним из представителей Европарламента, который как раз входит в комитет по экономике. Я спрашивал, вот действительно, вот смотрите, ну хорошо, вот я заработал 100 долларов, вот я заработал 100 долларов, потому что такая маржа сегодня на заработке там одной единицы, там, ну я не знаю, там двух танкеров, разницы нет скольки. И вы мне говорите, так, все, продаем только с потолком с ограничением, но я продам 4 танкера и заработаю те же самые, те же самые 100 долларов, или 100 тысяч, или 100 миллионов, или 100 миллиардов. Какая маржа, я просто больше продам. В чем смысл этой санкции? Вы же реально себе подрезаете возможность. Это потрясающее место, я должен написать, вот зря я не художник, который маслом умеет писать. Но словами могу рассказать, представьте себе, маленький-маленький такой, действительно, коморка в Берлине, практически в центре города, место, которое предоставляли иногда, в том числе для встреч писателей, которые свои произведения зачитывали, обменивались. Ну, такая, знаете, скажем так, закрытая тусовка, не сильно раскрученная, маленький зал и маленький такой подиум, маленькая-маленькая сцена. И на эту сцену умудрились вставить реально фортепиано. И когда подставляют стул к этому фортепиано, то получается, одна ножка как бы на эту сцену не залазит. Ну, слишком маленькое все такое расстояние. И там стоял уникальный стул. У этого стула три ножки были отпилены, которые стояли на сцене, а одна была как бы на полу. Тогда оно влезло. И вот этот вот стул для меня с тремя подпиленными ножками, для меня это просто потрясающая, во-первых, картина, я ее вот видел. Во-вторых, там действительно садились люди, играли, ну, сопровождая свои литературные выступления, музыкой. Вот эти три подпиленные ножки, не одна. Три подпиленные и одна длинная. Вот это что-то типа санкций, которые придумали европейцы, чтобы вроде как навредить Российской Федерации. И если согласование эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов, они датированы летом, это в июне месяце было, когда начали все это, замутили все это европейцы, то там есть такие интересные вещи. Ну, например, эмбарго, нефть нельзя. И таким маленьким-маленьким шрифтом. Исключение было сделано для Болгарии. Так, я не понял, у вас эмбарго или исключение для Болгарии? Если исключение для Болгарии, тогда я хочу увидеть подпункт, а Болгария может купить и перепродать в Венгрию? Ну, например, или в Румынию, или там, я не знаю, в Турцию, или в Сербию, или в Хорватию, или в Германию. Или Болгария должна только пользоваться сама. А если Болгария только пользуется сама, и она в исключительном таком положении по отношению к другим евространам, то те, кто потребляет особо, например, там, мазут или еще как-то, может, они задумаются о серых схемах в Европе, тем более, что в Европе есть места, в которых не существует таможня. Тебе не надо ни перед кем отчитываться. Если ты завел в страну что-то, вспомните, пожалуйста, Британия выходит из Евросоюза, демонстрируя всем, что недоговороспособность не свою, недоговороспособность Евросоюза. А где недоговороспособность была? Абсолютно правильно. В таможенных правилах пересечения грузов. Ведь есть еще Северная Ирландия. И если кто-то остается в еврозоне, а на самом деле не существует таможенной границы, а если она существует, то как она существует? Вы что там, действительно, на этой узкоколейной дороге будете сейчас все вбивать в компьютер, все пересечение груза? Да там народ взводит на этой Северной Ирландии. И оказывается, что это серая зона. Ну, такая черная дыра, знаете. Вроде как выгнали Британию из таможенного союза европейского. А с другой стороны, вот, пожалуйста, кому не лень, занимайтесь. Кто это не видел, опять же, попробую описать. Представьте себе микроавтобус. Микроавтобус набит полностью людьми. Едут люди из Украины в Евросоюз. Пункт пересечения границы Евросоюз-Украина, польско-украинская граница. На польско-украинской границе, со стороны еще Украины, женщины заматывают на ноги пачки сигарет. Это контрабанда. Они так выживают. Но всегда есть мелкие контрабандисты, которые так выживают. Дальше. Прямо перед границей уже совсем-совсем вот последняя остановка. И дальше уже заправок не будет. Водитель микроавтобуса на этой автозаправочной станции вытаскивает из багажника такие деревянные бруски и заезжает так, чтобы машина накренилась. Вот этот вот крен для того, чтобы на полтора литра соляра лить больше в бак. Потому что вот как-то там он знает этот момент. Еще машину пошатали и все. И уже два литра далили дополнительно. Переезжает границу. Что вы думаете? Сигареты с ног разматываются, продаются. Там уже ждут поляки. А дизель сливается. Это самая мелкая контрабанда, которая только существует. Но в рамках борьбы с курением это смешно. А в рамках с точки зрения ущерба европейской экономики, я помню, депутаты Бундестага подали заявку на вопрос, как влияет контрабанда. Цифры разбегались. Между 150 миллионами долларов только на сигаретах, которые на Украине производились. А по нефти всегда молчок такой. Так вот у меня вопрос. Болгария точно знает, сколько литров она потребляет. Или можно в Болгарии купить и загнать там в Сербию. А из Сербии в Хорватию, а там, глядишь, уже и в Грецию. Ну, там я не знаю, схемы срабатывают. Почему исключение у Болгарии? А вот так вот. Дальше пошли. Что у нас по поставкам под трубопроводу «Дружба». Там ограничения тоже есть. И вообще вот у Венгрии, например, нету морских путей. Но так получилось. Я помню, в Фейсбуке написал по поводу шутку, по поводу «Древние Украины все еще копают Древнеукорское море». И Древнеукорский канал, связывающий Балтийское море с «Черным». И Фейсбук заблокировал, потому что Древние Украины, оказывается, это... Ругательство. Ругательство, да, оскорбительно. Это для этноса оскорбительно. Но я вот в этом отношении как раз понимаю, что как раз не выкопали море. И Венгрия – это держава не морская. И у венгров есть свое виденье. И венгры же четко поставили, что на нас не распространяется. Мы поддержим любые санкции против России. Пожалуйста, не забывайте это. Венгрия поддерживает санкции, просто она выторговывает для себя что-то. И в этом отношении мы попутчики. Мы не друзья, мы попутчики. И Венгрия нам пример, как вот нужно работать с Евросоюзом. На ней хорошо рассматривать все это. И представляете, вот конец ноября 2022 года. Значит, полный консенсус, в том числе и Венгрия, окончательно одобряет вот этот вот момент, когда нужно запретить морские поставки нефтепродуктов. Морские. По трубопроводу идет. И снова у меня вопрос. Вот я начал с простой математики. Ну хорошо, вы мне запрещаете зарабатывать больше, чем доллар на килограмме. Так я 2 килограмма продам или 10 килограмм. Ну что у вас за математика такая идиотская? И ведь исключения-то идут и для Софии, и для Загреба. До конца 2023 года можно закупать газоэль. Прага, между прочим, дружеское государство по отношению к России. И это, с моей стороны, абсолютная ирония. Конечно же. Прага тоже может приобретать российское дизельное топливо. Что-то я не понял. Как это так? Здесь можно, здесь нельзя. Знаете, полувегетарианцев не бывает. Ну так не бывает. Либо ты ешь мясо, либо ты его не ешь. И либо ты вводишь санкции, либо ты их не вводишь. Возвращаясь к началу тезиса. 5 февраля вступил запрет на поставку непрежнепродуктов из Российской Федерации в ЕС. Крупный заголовок. Очень крупный. Смотрим, что написано маленьким текстом. Там как-то поджались, там подсели, там ножку стола подпилили, там еще что-то приставили. И получается, нету тотального запрета. Но, но, одна из таких вот вещей, которая прошла так для европейцев незаметно, а на самом деле для кораблей, которые доставляют, везут нефтепродукты, танкеры, ведь очень важен вопрос, это страхование. И я считаю, что ошибки, конечно же, многие были ошибки сделаны тогда, в 90-х. Все это дискуссионно. Ну, уже все-таки, давайте, на дворе 2023, сколько можно туда оглядываться? Что со страхованием? Как застраховать судно? Как можно оплатить? Вот многие порты не пустят себе корабль, если он не застрахован. Абсолютно правильно. Мало ли, разлив произошел, авария. Вот только что затонул корабль, зерно украинское, перевозящий там в Румынию. Это все вещи страхования, они безумно важны. И даже если создать свою компанию, которая будет страховать, то опять же, европейцы говорят, а мы вас отрубаем от системы SWIFT, вы просто не сможете перевести денег в наступлении вот этого случая страхования. И это не вредности, это четко спланированная вещь. Притом, опять же, с точки зрения карикатурности, как это все планировали. Сидят идиоты, идиоты это люди, которые не могут заниматься политикой в древнегреческом толковании. Вот сидят эти идиоты, очень полезные идиоты, и к ним приходит такой дядя Сэм. И мне почему-то кажется, что у него есть и копыта, что у него есть бородка, и где-то рога спрятаны. То есть совсем-совсем дьявол. И говорит, а давайте-ка вы, ребятки, сделаете так, чтобы вот и дальше список фирм американских, у которых вы будете кое-что закупать. Да нет, мы что, идиоты, что ли? Да нет, вы будете закупать у американских фирм. И вы должны разработать систему, по которой из России нефтепродукты не дойдут до вас. И вот они действительно, дорогие друзья, они идут мимо Европы. Есть Африка. Многие говорили о том, что когда Китай проснется после пандемии, там еще ограничения достаточно так, в разных городах, в разных провинциях по-разному действуют. Но экономика Китая еще не вздрогнула. Вот она еще не проснулась совсем, еще не на ногах. Там много, я сейчас не хочу о Китае уходить в ту сторону, все-таки о Европе. Но дело в том, что Китай очень прожорливый с точки зрения потребления, в том числе и изжиженного газа. И уже были такие вещи, когда танкер, переводящий изжиженный газ, шел в Европу и вдруг получал отсюда владельцу указ резко менять курс. И он уже идет в Азию. Почему? А там цена на бирже другая была. И выгоднее уплатить неустойку по поставке, но продать при этом в Азию. Это было выгоднее. Так вот, мимо Европы все идет. Мимо Европы теперь это выглядит так. Я вегетарианцев, которые наполовину вегетарианцев уже сегодня вспомнил, а представьте себе, просто голодного человека. И вот мимо него идет аккуратно еда. А его кто-то невидимой веревкой держит. Он говорит, ну мы же санкции ввели, мы же обязаны их теперь соблюдать. У меня вопрос к европейцам. Притом я так рад каждый раз его, когда задаю. G7 присоединилась. Что там с закупками по схемам для американцев? Как там все это происходило? И кто даст мне зуб в Евросоюзе, что по схеме из той же Болгарии в Европу не идут нефтепродукты российские? Это как-то уголовно наказуемо? Или Болгария будет под санкциями? Я издеваюсь просто сейчас над европейцами. И в самый последний момент европейцы решили ознакомиться с документом, который из России. А ведь в России четко сказано, нельзя, между прочим. Притом, кстати, курс такой, что российский бюджет этот курс устроит, если что. И под шумок разговор о санкциях на самом деле запущен процесс контроля рыночных взаимоотношений. Это то, что навязывался время капитализм социализму. Мол, вы ограничиваете, и это все неправильно, мы вас не подпускаем к нашей кормушке, потому что у нас свободный рынок, а у вас государство ограничивает. А что это как не социализм, попытка ограничить продажи? Притом цена, ну так, нарисована нормально. И Совет Европы принимает решение и устанавливает предельную цену на сырую нефть, уровень 60 долларов. Плюс-минус там, я не знаю, там 56 евро, плюс-минус за баррель. И вопрос, а как Россия на это все реагирует? Потому что вопрос продажи, объем продаж, конечно, связан с вопросом доставки. Ну, невозможно, там, пять труб, если вы десятую трубу проведете, вы можете больше. Та же с танкерами, они прямо в очереди стоят на разгрузке или на загрузке. Все точно так же. Вопрос, если Европа не покупает, а Россия нашла новые рынки сбыта, при этом цена, между прочим, биржевая, может быть меньше вот этого установленного потолка. Кто себе в ногу выстрелил? Кто уши отморозил на зло бабушке? Европа. Европа и только Европа. И еще раз только Европа. План экономического унижения Европы. Я не могу сказать, что уничтожение. Европу тяжело уничтожить, экономический там запас прочности, будь здоров. Но унижение европейское. Теперь приходится тратить силы на пиар, на объяснение, почему это не так. Ну, я имею в виду европейцев, конечно. Они должны объяснять людям, которые просто задумываются, почему к ним так относятся. Почему ими рулят настолько, что им говорят, здесь можно, здесь нельзя. Это же действительно унижение. Я ввожу эту новую терминологию. Экономическое унижение. Вот, что сделали с Евросоюзом. Но адепты этой идеи, это сами евросоюзовцы. Сами евросоюзовцы, напомню, Америка все-таки, Соединенные Штаты ввели закон в действие, который должен помочь американской экономике бороться с инфляцией. И на что европейцы все еще с отвисшей челюстью ходят. Там скоро будет уже полгода, они все еще с отвисшей челюстью. Притом закон американцы не собираются как-то останавливать, притормаживать, делать исключение, как это делается в эмбарго для Болгарии. Неа. Американцы в этом отношении очень жестко сказали. Дружба дружбой, а вот нефть и нефтепродукты порознь. Точно так же и в экономике. С точки зрения экономических каких-то санкций, ну удивляться вообще нечему и не надо. Дальше будет все развиваться по-другому. Что еще могут придумать западные не партнеры с точки зрения введения каких-то новых. Вот сейчас готовится там 11-й, потом будет 12-й пакет. Что еще можно? Те банки, которые отрезали от Свифта, их отрезали. Ну плюс-минус 2-3 банка, будет ли это совсем катастрофой? Не думаю. При этом, что экономисты Запада четко говорят, что они просчитались. МВФ вообще заявила. То есть даже российские прогнозы по экономике, они более печальны, более умеетни, более приземлены, чем западные. Западные говорят, что вообще-то не сработали ни санкции, мало того, еще и начнется рост ВВП. То есть у них там просчитана разница аж в целых 0,1%. Но тем внимания, западные экономисты, они более оптимистично настроены. И возвращаясь к теме нефтепродуктов и прочего, что может Запад сделать? Ну вот запретили в определенных портах ввести определенную, между прочим, это очень важно. Есть такие книги специальные, каждый порт их имеет. Куда все известно, кто прибыл, как прибыл. На самом деле, время цифровых технологий, а это тотальной слежки. Вам кажется, что телефон в кармане, который вам показывает, сколько вы шагов сделали, сколько вы сделали вдохов, сегодня уже часы надел специальные, которые связаны с смартфоном. И какой у вас был пульс, какое время, сколько километров вы прошли. Ну, вроде как помогает человеку. Но с другой стороны, когда это танкер, точно так же, чей корабль, куда вышел, сколько часов был, все это глобально отслеживается, полностью глобально. Кстати, о смартфонах с глобальной слежкой. Могу сказать принципы определенные введения. Например, Google в какой-то момент констатировал всплеск того, что люди не покидают определенную территорию. И делали вывод во время ковида, где введены жесткие ограничения, где вспышка ковида. То есть, по мере того, как люди не двигаются. Это значит, что снимали данные со смартфонов, не спрашивая нас. И выяснилось, то есть, там, отключаешь, а оно через некоторое время, бах, типа, обновление уже опять автоматически включено. И вроде как удобно. А с другой стороны, там, например, я помню, сколько это уже, года полтора прошло, когда Google сообщил, что на одном из оборонных предприятий Российской Федерации введен режим ограничений ковидных, потому что не было с утра движения людей. Знаете, люди идут на работу, а у них телефон в кармане. Так вот, эти телефоны не шевелились. То есть, не меняли ретрансляторов. И из этого сделал Google вывод, который опубликовал. Так что мы даже не знаем, насколько сегодня, какая информация снимается. Но вот что касается кораблей, что касается самолетов, есть анонимные корабли, есть анонимные самолеты, но на самом деле смотрится все. Притом, даже если вы захотите, вы через некоторое время начнете в этих вопросах плавать, в прямом смысле слова, и летать. Вы сможете увидеть, какой самолет где вылетел, какой корабль куда зашел, сколько он времени. Если вам это интересно. Вам нет и мне нет. Но уже статистика сухая, она показывает, что даже в месячной давности данные легко открываем и смотрим, какой корабль где когда прошел. Или, знаете, так бывает, корабль выключил этот транспондер, и он идет как анонимный. Никто не знает, что это такое. Ну, какая-то цель, скажем так, если это приблизится к какой-то границе. Потом ба-бах, через некоторое время, бах, среди океана появляется номер. И вроде как до этого был один корабль, а теперь другой. Для хитрости иногда делают так, два-три корабля идет вместе. Все три выключили, потом разбежались. Ну, вроде бы как перемешали. Эдакие наперсточники. Кручу-верчу, запутать хочу. И вы мне сейчас спросите, к чему же я все это говорю? А я это говорю к тому, что тут появились высказывания генерального прокурора Германии по поводу взрыва на северных потоках. И, опять же, искусство задавать вопросы, искусство печатать заголовки и заниматься пропагандой. Но я не могу сказать, что мы вообще ничего не понимаем. Нет, конечно. И тонко оцениваем, и контрпропаганда существует. Информационная война продолжается. Ну, как вам такой заголовок? Генеральный прокурор не имеет доказательств того, что Россия взорвала северный поток-2. Что? Что ты сказал? А ну, повтори. Еще? Ты зачем это слово еще вставил? И вот представьте себе эту пресс-конференцию. И вот встают журналисты и ставят именно так вопрос. А потом это выносится на заголовки. Еще не имеет. А мол, намек на что? На то, что завтра это будет? И вот мы сегодня начали программу и так подкалывали немножко органы в Евросоюзе, которые прослушивают, проглядывают. Представляете, какая работа у человека? Получать деньги за то, что смотришь телевизор. Или получать деньги за то, что слушаешь везде РФ. Ну, целый день слушаешь, а за это получаешь деньги. Правда, отчеты писать надо. Это другой вопрос. И на самом деле работа жесткая. Отвлекся, а тут бабах, кто-то что-то сказал. Так вот, с точки зрения еще нет доказательств. Как там насчет доказательств того, что это сделали британцы или поляки? Я начал вот сейчас с того, что каждый корабль отслеживается. Каждый корабль. Военный, гражданский. Да, можно отключить транспортер. Он как бы исчезает. Он виден, что он движется. Но он больше не идентифицируется. И потом, если вы очень занудный человек, это примерно выглядит так. Как открываются новые звезды, новые космические дела, изменения комета, когда летит куда-то. Фотографируется небо. Потом вторая фотография. Опять фотографируется небо. А потом смотрим и сравним эти две фотографии. И вдруг появляется, что все вроде как точки известны. И тут одна новая точка. Вот она появилась. И она как-то смещается. Ага. Неизвестный космический объект. Дальше уже начинаем высчитывать размеры. Или водоизмещение. Смотрим направление. Куда он идет. Но если вы сделаете третью, пятую фотографию. Понятно направление, куда летит, как летит. То же самое с вот этими официально вы можете зайти и посмотреть. Сайты, на которых видно перемещение самолетов и кораблей. И вся история перемещения видно. И когда корабль не имеет закрепленного там идентификационного номера, чтобы понять, к какому порту он приписан, под каким флагом он ходит. Можно даже выяснить, где он застрахован и кто капитан. Все можно, всю историю прочитать. Так вот, если вдруг не видно номера, то все равно видно, что объект движется. И в этом отношении, конечно же, известно. И, конечно же, понятно. И немцы посылали свой батискав. И немцы же, конечно, взяли грунт там на месте теракта, чтобы понять, какое взрывчатое вещество было применено, количество этого взрывчатого вещества. Это все просчитывается. И в этом всем просчитывании четко понятно, что это не любитель с электродрелью нырнул, просверлил дырку, а потом ее поджег, оно шарахнуло. А-а. Это профессионально организованный теракт. И заголовок, который говорит о том, что, мол, нет доказательств того, что Россия причастна, какие же они все-таки уроды. Вот какие они уроды, а? Вот ведь действительно оно срабатывает. Оно срабатывает. Ну, это очень дешевая, мерзкая пропаганда. Свободная пресса? Забудьте, если все перепечатывают одно и то же. Так вот, я о Западе, я о Европе. Так вот, разговор о том, что это может быть кто-то из союзников. Возникав, очень серьезный разговор. И уже заранее, представьте себе, вот есть там несколько исходных позиций. Доказательства того, что Россия это сделала, нет. А есть доказательства того, что это не сделала Британия, Польша, там, США или еще кто-то. Гробовая тишина. А представьте себе, что вот эти доказательства появились. Давайте поспекулируем на эту тему. Но после технической паузы. Пауза, еще немножко времени, я хочу спросить. Если они говорят, что это сделали наши союзники или партнеры, то есть получается, что вы союзничаете и партнерствуете со страной-террористом. Со страной, которая устраивает диверсия, значит, вы и сами поддерживаете террористический диверсионный режим, который считает, что на него законы не распространяются, что он может сделать все, что угодно. Взорвать чужую частную собственность государственную. Ну, в данной ситуации частную, да, получается. И остаться безнаказанным, что ему за это ничего абсолютно не будет. Вот такая вот прекрасная, прекрасная брачь к западной демократии, о которой нам вещают все эти годы, начиная с Обамы, с Бушей, ну, даже Трамп. В общем, тоже такие заявления подобные дела. Хотя он говорит, что вот такой ситуации он бы никогда ни за что не допустил. По поводу немецких заявлений, также давайте посмотрим, что в других местах творится. А ведь действительно, если заглянуть за горизонт событий, и вот как жить тем, кто поддерживает терроризм? Ну, вот как жить? И как с вами считается? Ну, опять же, вот я применяю терминологию унизительные экономические решения. Экономическое унижение. То, что Европа имеет экономическую войну сейчас, Евросоюз, США, это безусловно. Но слово это, я считаю, нужно заменить. Война, знаете, когда там последствия, там переговоры, атаки. А это каждый сам себе товарищ и вытаскивает свою экономику как может. Ну, нет ни одного протокола, в котором, там, скажем, Евросоюз и Америка должны прийти к консультациям, прежде чем приступить к каким-то экономическим изменениям, реформам. Ну, нету. Не должен Макрон согласовывать свое выступление по экономической, по пенсионной реформе, там, с американцами. Есть ВТО. И если вступаешь в ВТО, то там уже есть какие-то правила прописаны, например, про субсидии государственные для товаров, которые конкурируют на международном рынке. Если на внутреннем, да, пожалуйста, субсидируй сколько хочешь, вообще не вопрос. Но как только ты выходишь на международную продажу, там уже вмешивается ВТО, можно обратиться, и арбитраж будет рассматривать, прав, неправ, еще и штраф могут наложить. Это, в принципе, хоть какие-то правила. Ну, хоть какие-то правила. Ну, вот с точки зрения, с точки зрения газопровода, ну, вот как быть тем, кто действительно живет не здесь и сейчас истерии войны, тех, кто нарративы войны раскручивают, тех, кто разогревает войну, я считаю их тоже людьми специфическими и считаю, что это преступники. И да, они есть в правительстве многих стран. Для меня Польша, например, с ее нарративами, с ее военными криками, да, это не НАТО, Польша не НАТО абсолютно, но несет ответственность, несет ответственность за эскалацию. Германия несет ответственность за эскалацию. Америка несет ответственность за эскалацию. Кто больше из них несет? А давайте их посадим вначале на скамью ответственности, и потом будем выяснять, кто из них больше несет ответственность. Но мы же не можем их посадить на вот эту скамью ответственности. А с точки зрения логики, чем больше танков, тем ближе мир. Ну, давайте, есть одна логика, есть другая логика. Любая война заканчивается победой одной из сторон, либо переговорами. Если переговоров на горизонте нет, значит, кто-то должен победить. Если никто не побеждает, и военные эксперты говорят, что силы соприкосновения, они плюс-минус. То есть, там, с одной стороны, больше умения с точки зрения преимущества. Одна сторона не имеет явко выжженного преимущества и не ставит перед собой цели вести войну, как ведется война. Потому что объявление войны, это в течение суток уничтожение самых важных объектов, в том числе и мест, где принимаются решения, штабов управления. То есть, это совсем другой принцип ведения войны. И все военные эксперты прекрасно это понимают. Военные, политические силы. В этом отношении, когда разговор идет о северных потоках, нужно четко понимать. То, что они скрывают информацию, а не это западные, не партнеры, это логично. Но внутри себя они же знают, и уже есть информация. И корабли четко, которые приостановились даже на три минутки, эти же 600 килограмм взрывчатки нужно было дотащить. Их нужно было дотащить, если не вручную, то хотя бы каким-то ботам. И известно, у кого такие боты есть, вот эти подводные плавающие автономные роботы и мини-батискафы. Кто мог бы это все сделать? Я вам скажу честно. Вот я точно знаю, что у венгров этого нет. Я снимаю полностью объявление. Ну, вот если там они говорят, у нас нет доказательств, что Россия причастна. Уроды, еще раз говорю. Вот я точно знаю, что венгеры к этому не причастны. И вот среди экономистов и политиков появились люди, говорящие о том, что в будущем-то все равно будет когда-то мир, все равно будут договора. У нас уже трубы есть. Экономическое возрождение. Можно перезапустить определенные процессы. Все понимают, что через 20 лет, никто не строил северные потоки, чтобы они три года поработали. Можно было бы запустить что-то. И тот, кто принял на себя ответственность по взрыву, тот, кто это сделал, плевать он хотел на братьев своих меньших, скромно прирученных, находящихся в вассальском состоянии восприятия Вселенной. Я, конечно же, сейчас говорю о немцах. Конечно же. И озвучить это на самом деле нужно отзывать посла. Если Германия будет знать, что это сделали бриты или поляки или американцы, они должны тут же отозвать посла. Тут же для консультаций, чтобы осознать, как себя вести с этой страной дальше. Ведь экономический ущерб Германии, он ярко выражен и очевиден в будущем, не в настоящем. В настоящем они играют в игру санкции. А вот в будущем сделали так, чтобы Германия не рыпнулась никуда. Со своей индустриальной мощью, со своими амбитами, чтобы не полезли никуда. И экономический подсчет сделать, сколько же ущерб Германия потерпела, ну так, навскидку, я скажу, не в миллиардах надо исчислять, а в рабочих местах. А также в количестве денег, которые Германия вкладывала в Евросоюз. Если сделали это поляки, например, то Германии надо выходить из Евросоюза. Я спекулирую абсолютно сейчас. Если сделали это британцы, отозвали посла, свернули полностью все экономическое сотрудничество, там частно пусть конторы работают, и начали считать, сколько денег британцы должны немцам в будущем. Если сделали это американцы, американцы должны покинуть базу Рамштайн со всем своим авиационным корпусом. Они должны исчезнуть из территории Германии. Раз и навсегда. Но это же нужно иметь какое мужество. Давайте еще рассмотрим, кто бы мог это сделать. Украина, ну так Украину, если Украина взорвала, допустим, украинские морские котики вместе с польскими котиками, ну тогда Украине надо денег дать за это, заплатить, побольше миллиардов подкинуть, рассчитаться с ними за то, что они взорвали северные потоки. А они в тишине. И генпрокурор, когда выступает, он тоже почему-то избегает очень странно вот этих формулировок. Но уже просочилось в прессу. Все, уже есть инфа. Но невозможно ее удержать. Это все же таки партнеры западные. Ах, еще, наверное, коалиция НАТО тут причем. Ух ты. И операция прикрытия, скорее всего, была тоже не так, чтобы тот, кто один взял на себя ответственность. Плюс в таких вещах любят испачкать кое-кого. Напомню, американцы, слушая Меркель, прослушая ей телефон, делали это руками датских спецслужб. Датчане, евросоюзовцы, они же с немцами ближе намного, чем американцы, запутали, использовали, испачкали. И претензия к датчанам, по логике вещей, предателям, больше, чем к американцам. Так что в этом отношении замалчивание, оно говорит о многом. И вот это унижение, которое сегодня есть из США в сторону Европы, и в экономическом смысле, экономическое унижение, и в других контекстах. Это вырабатывает такой определенный комплекс политической неполноценности, которыми европейские политики и так страдают.